Все свои Доброе утро, дорогие друзья! У микрофона Айдара Байдулов Что такое прусский постфолк И легко ли петь на мертвом языке Вот об этом поговорим сегодня в рубрике Все свои У нас в гостях Илья Левашов Основатель и индейный вдохновитель группы Келлан Доброе утро, Илья Да, здравствуйте, доброе утро всем Немножко расскажите о своей группе Когда она появилась И вообще, как вы пришли к такому направлению Как постфолк, тем более прусский На самом деле, все как-то само собой сложилось В 17-м году где-то Я обратил внимание на то, что есть Такая международная группа Которая изучает возрожденный Прусский язык Кажется экзотикой Но в Польше, Литве Ну и во всех других странах Которые заинтересованы вообще В принципе, прусским наследием Прусским языком Который с помощью советских И литовских лингвистов Еще при Советском Союзе Был практически восстановлен Была восстановлена грамматика, лингвистика Настолько серьезно и глубоко Что люди стали пробовать о нем говорить И это была такая акция культурная На восстановление утраченных вот этих корней Людей, которые здесь жили Потому что та самая гармонизация О которой так много говорят Она затронула прежде всего Прусов, которых собственно стерли с лица земли Немецкие захватчики То есть вы загорелись этой идеей Когда узнали вот об этом проекте О возрождении прусского языка Легко ли было изучить этот язык? Ну у нас есть в области люди Которые этим занимаются уже давно Они учились в Литве И как раз там в Литве познакомились С теми, кто был причастен к этому движению Это было еще в начале 90-х Совершенно естественным образом Я с ними познакомился Есть группа в Фейсбуке международная Где общаются люди вплоть до Японии На прусском языке Есть сайт, где можно посмотреть словарик Есть материалы по грамматике Есть даже обучалки Так что в принципе сегодня Любой желающий, кто хочет этим заняться Имеет очень хорошую возможность Ну вот сколько у вас времени ушло На то, чтобы, так сказать, заговорить А уж тем более запеть на прусском языке Говорил я до сих пор плохо Как получились песни, если честно Это для меня для самого загадка Вообще песни на самом деле Как Борис Борисович Гремещиков сказал Пишет язык Меня, если честно, как-то вот Притянуло само звучание языка И зацепившись за какие-то словосочетания Отдельные слова Как будто что-то вытягиваешь Из подсознания Как за ниточку Как рыбак Степенно что-то наматывает И в результате Оп, получается песня Потом я отдавал эти тексты людям Которые уже давно В этом движении И они Эти тексты проверяли Мы с ними сидели Там достраивали грамматику Ну на что похож Прусский язык? По звучанию Если так говорить То ближе всего Он к латышскому Это такая Неполонизированная Форма балтского языка То есть вот почему литовцы У них очень много Жужжащих, шипящих И прочих таких звуков Это полонизация И этого не произошло С латышским языком И поэтому прусский Больше похож на латышский Достаточно красивый язык Ну он такой Он близкий К исходным Индоевропейским языкам Он сохранил свою древнюю форму Как мало кто другой Так скажем Вот И если мы Вообще Будем сравнивать Не сравнивать А говорить о некоторых Формах этого языка То конечно Очень много Есть вещей Близких К санскриту В том числе То есть мы Давно уже говорим О том что Литовский близок К санскриту Но вот если так послушать То русский Мне кажется Он поближе будет Давайте перейдем От прусского языка К музыке Вас писать песни Подтолкнула сама Мелодика языка Я правильно понял? Да Мелодика Но почему именно Фолк направление Именно как вы его назвали Прусский Не просто фолк Постфолк Почему? Ну потому что Ничего от Русского фолка К сожалению Не осталось Но однозначно Он был Он наверное Ближе всего Либо к Дзукискому фолку Это юг Литвы И плюс Фолк Который идет С Клопецкого региона Вот каким-то таким Фольклорным формам На стыке Да Если мы говорим О постфолке То это уже не фолк Это мои Наши Размышления Да Это какие-то Творческие Обработки Осмысления Того Что было Того Что могло бы быть То есть это не народные песни Это авторские произведения Это весь материал Здесь абсолютно авторский Это наш материал Единственное Что мы используем Это вот Основу народную То есть Гармонии Инструменты народные На самом деле Исполнители фолка В традиционной культуре Они не исполняли фолк А что они исполняли? Они просто исполняли То, что им нравится Никто из древних пруссов В том числе Не говорил Давайте соберемся Фолк поиграем И в этом смысле Большой вопрос Вот те, кто исполняет Сегодня фолк Они на самом деле Фолк исполняют Или что они делают Вообще Мне кажется, что Вот исполнители фолка Сегодня Скорее, наверное Реконструкторы А фолк Это просто то, что Обычные песни Которые поются в народе Сегодня фолк Там Цой Не знаю, что там Моргенштерн Ну сейчас, наверное Сложно вообще Структурировать Все вот эти музыкальные направления Поскольку они Достаточно Друг в друга проникают Перемешиваются И влияют друг на друга На творчество Вашей группы Что повлияло? Вообще Почему фолк? Потому что Изначально мы Играли что-то Более близкое К традиции Мы играли Кельтский фольклор Это была группа Нокнарей Которая где-то В 2007 году Возникла И в 2013 Наверное Уже Перестала существовать Это было довольно долго Нам всем нравилось Но в какой-то момент Просто-напросто Ушло в историю Само собой Совершенно естественным образом И какой-то у меня был Перерыв В творчестве А потом Я познакомился С балтским фолком Вообще Одна из основных Идей Которая направляет Наше творчество Это единство С нашей землей И каким-то Историко-культурным Ландшафтом Который здесь есть Мало кто знает Что Большинство названий Да Если мы берем Немецкие названия Они не переводятся На немецкий Допустим Топлакин Толпаки Оно на немецкий Это название Не переводится На что оно переводится На прусский Кранц Он тоже не переводится Слово на немецкий Так же как и Раушин Так же как и Пилау Пилава Это все Прусские слова И мы живем здесь Вот в этом окружении Прусской лексики Совершенно не Понимая этого Думая что Вот эти вот слова Немецкие Хотя Немецких слов В топонимах Очень мало Все свои Все свои Все свои Друзья напомню Сегодня гость Все свои Илья Левашов И говорим мы сегодня О прусском Постфолке Следующий вопрос Для того чтобы Играть эту музыку Нужны Как вы сказали Инструменты Соответственно Обычные инструменты Ведь мало подходят Нужны уже какие-то Наверное Оригинальные Ну как Необычные Непривычные Вообще нужны Фолк инструменты Да Народные инструменты Как мне кажется Ну народные какие Гусли Баян Ну да У нас есть гусли Ну такой балтийский Вариант гуслей По всей Прибалтике На нем играют Канклеса называется Деревянные флейты У нас есть Ну есть такие Традиционные барабаны С кожей Стараемся как-то Быть поближе к корням И на самом деле Все то что мы делаем Это такой Лингвистический Музыкальный эксперимент Который вроде как Получается Людям нравится И люди действительно говорят Что музыка природная Помогает как-то Больше проникнуться Любовью к природе Нашей Балтики В частности Нашей части Балтики Самби И прочих областей Пруссии Мне кажется Если это люди чувствуют То наша задача Выполнена В каком-то смысле Мы попали туда Куда хотели попасть Потому что изначально Эта музыка Была Эти песни были рождены Из чистой такой Любви К земле В каком-то смысле Сосрадания Потому что Мне всегда было жалко В каком-то смысле Нашу землю Она вот Эмоционально бесхозная Я бы так сказал Мало кто до сих пор Прожив несколько поколений Даже здесь Чувствует эту землю Как свою Чувствует ответственность За нее Некое эмоциональное Единение Если уж так говорить Психологически Ну то есть Вы играете Абсолютно Некоммерческую музыку Я правильно понимаю? Да-да-да Я думаю Что если мы будем Даже хоть чуть-чуть Двигаться в сторону коммерции Все это провалится Сразу же Такая музыка Мне кажется Может быть только Некоммерческая Ну это с одной стороны Хорошо Но с другой стороны Ведь нужны инструменты Я правильно понимаю Что вы еще Изготавливаете инструменты Сами какие-то Да Какие-то средства же нужны Что называется Хорошо Пусть будет бутерброд Без икры Ну хотя бы с маслом Просто Какая-то сумма факторов Сложилась Я довольно долго У меня большой опыт Работать с деревом И когда стал вопрос О том Чтобы приличный инструмент Себе купить Я очень долго Переговорился с мастерами С разными Понял что все-таки Меня не удовлетворяет То что они предлагают И сел И сам сделал себе инструмент Потом понял что Можно попробовать Сделать и флейты Вот и флейты Начал делать Потом в результате Получилась такая Небольшая мастерская Традиционных инструментов И вот сейчас До сих пор Она существует На самом деле Если был бы инструмент Встраивающий меня Может быть я бы И тоже купил Но проще сделать самому Так как тебе нужно Да получается Ну мне проще Но мой опыт Как говорил Вам Радашвили Нетипичен Если говорить Вот об участниках Группы Келлан Это профессиональные музыканты Или так скажем Любители самоучки Ну у некоторых Есть музыкальные образования В частности Вот у нашей Али Которая у нас поет И играет на флейте Также у Ольги Которая с нами Начинала на флейте Но большинства Нет образования И я бы сказал Что это нам только помогает Потому что Большинство музыкантов Во-первых С опытом И я в том числе С опытом У нас есть Хорошие навыки Импровизации Придумывания своих партий Когда я играл В разных музыкальных проектах На самом деле Чаще всего В таких проектах С музыкантами С серьезным образованием Как правило Проблема Мало кто придумывает Себе партии Из этих музыкантов Сам Когда ты берешь Такого музыканта Ты должен иметь ввиду Что надо будет Ему нужно партию написать Написать партию Паркитуру И поставить Большинство говорит Да вы мне напишите Я сыграю А это подход Который мне Не то чтобы чушь Он мне не нравится В плане того Что наш проект Он абсолютно Творческий И не коммерческий И каждый Вливает в него Свою струю Каждый придумал Свою партию Вносит в свою индивидуальность И это такая живая Структура получается Сложно петь На мертвом языке Наверное легко Потому что Никто ничего не понимает О чем вы поете Забыл слова Пожалуйста Что-то придумал С головой Еще один куплет спел Такой же куплет Ну в общем На самом деле Сложно Или не сложно Тут трудно сказать Просто мне вообще В принципе нравятся Индоевропейские языки Древние И я в свое время Даже Был какой-то эпизод Такой Я немножко изучал Санскрит И вообще Историческая лингвистика Меня всегда привлекала Поэтому У меня нет Какого-то такого Такой стеночки Перед всем этим знанием Перед всей Перед всей этой Научной областью Наоборот Меня туда притягивает Поэтому сложно Не сложно Мне трудно сказать Вот если бы Наверное Человеку Который в этой теме Совсем не варился Дать тексты Сказать Спой Вот как надо Наверное Можно было бы оценить Насколько это сложно И сравнить допустим С другим языком А мне К сожалению Тут трудно сказать Ну понятно Что сейчас Во время пандемии Массовые мероприятия Концерты Отменены Сокращены Ограничены Где вас можно услышать? Ну во-первых Конечно в соцсетях Сейчас мы постепенно Публикуем Нашу музыку И будем Публиковать На самых разных Платформах Можно найти меня В фейсбуке Илья Левашова Напоминаю И Собственно Я могу даже Дать ссылки Где альбом лежит И он есть вконтакте Уже Скоро будет На бендкэмпе Саундклауде Это различные сервисы Но вы же еще Выпустили Так скажем Физический вариант Альбома Да Который можно Потрогать руками Да Как называется Да Мы выпустили Физический вариант Он такой Инновационный вариант В прямом смысле слова Потому что На мой взгляд Ну по моим сведениям Никто еще Флэш-релиз У нас В регионе Не делал Мы Его сделали Не для того Чтобы быть первыми А для того Чтобы реализовать Те идеи Которые Были заложены В графику Оформление альбома Художница Ольга Шумакова Абсолютно Тоже безвозмездно Посотрудничала с нами Рисовала эту графику Потом мы ее Перенесли на печать И вот Внутри у нас Вместо диска Древяшка такая В которую Вмонтирована флэшка Которая достается Я бы сказал Очень хороший Такой подарочный вариант Да Получился Диджи-пак Не дешевым Ну и Нужно сказать еще Про изготовление Этого диджи-пака Потому что Никто такие диджи-паки Не делает В результате Все самим Пришлось делать То есть Нам пришли Только картонные обложки А вот вставку Из деревяшки С флэшкой Мы делали сами И все склеивали Собирали сами Релиз поступит В продажу Или он будет Такой как Ваш презентационный Материал подарочный Ну в основном Он презентационный Подарочный Да Потому что Его тираж Небольшой И Если кто-то хочет Просто связывайтесь Со мной Опять же Да Количество Эземпляров Очень ограничено И Есть Какое-то количество Еще пока В клубе Катарсис На озеро Там можно Его приобрести Ну а В соцсетях Можно слушать В открытом доступе Вашу музыку Я так понимаю Да В соцсетях Можно слушать И даже нужно Слушать И делиться И собственно говоря Почему мы сделали Релиз Физический Потому что Ну вот Хотелось именно Такой какой-то Графичности И придать Нашим звукам Нашей музыке Какие-то еще Такие визуальные Образы К сожалению Не остается у нас Времени в эфире Напомню Сегодня гостем Рубрики Все свои Был основатель Дельный вдохновитель Группы Келлан Илья Левашов Илья Спасибо вам большое За интересный рассказ И хорошего вам дня Спасибо Всем счастливо Все свои Все свои